Завершив 2023 год, международная инжиниринговая компания Unitsky String Technologies с гордостью отмечает результаты своей работы. В уходящем году мы представили миру новые транспортные и биосферные продукты, достигнув впечатляющих показателей. Реализован первый проект для коммерческих перевозок. Завершено строительство демонстрационно-сертификационного комплекса UST, обеспечивающего большой груза и пассажиропоток. А в истории компании открыта новая веха финансового развития. Unitsky String Technologies вышла на самоокупаемость. И сегодня мы расскажем об этом подробнее. Дорогие друзья, коллеги и партнеры! В преддверии новогодних и рождественских праздников я традиционно подвожу итоги уходящего года. В 2023 году, чтобы сохранить рост в условиях сложившейся геополитической и экономической ситуации, санкционных ограничений, мы масштабили наш бизнес и улучшали наши внутренние процессы. Поэтому для всех сотрудников Unitsky String Technologies Inc, а это главная наша инженерная компания и международная группа компании Unitsky. Этот год стал периодом интенсивной и платформной работы. И вот сегодня, в нашем отчетном виде прощения, я и генеральный директор Unitsky String Technologies Inc, Надежда Геннадьевна Косарева, расскажем вам о наших достижениях. Поддерживаю слова Анатолия Эдуардовича и добавлю, что основная работа нашей компании в этом году была посвящена созданию и продвижению на рынке умных, безопасных и эффективных решений UST. Мы стремились к тому, чтобы каждый наш новый проект становился эталоном в транспортной индустрии, объединяя инновационные технологии с экологической ответственностью. Давайте поговорим об этом подробнее. 2023 год был посвящен укреплению и развитию деловых отношений с представителями власти и бизнеса разных стран. Центр испытаний и сертификации USKY в Объединенных Арабских Эмиратах посетили представители правительств и деловых сообществ из более чем 20 стран. Среди почетных гостей был правитель Рассель Хайм и президент Американского университета Шарджи. Также комфорт и безопасность юнимобилей оценил министр дорожного транспорта и автомобильных дорог Индии, после визита которого мы ожидаем значительного продвижения наших проектов на транспортном рынке этой страны. Экотехнопарк Бариногорки посетили гости из 16 стран. И я очень рад, что лично смог встретиться с большинством из них, пообщаться и показать наши технологии в действии. В этом году решения UST были представлены на 12 крупных международных выставках, самые значимые из которых — это Всемирный Конгресс Городов Мира в Испании, Mobility Life Middle East и G-Tex Global в Объединенных Арабских Эмиратах, а также два важных мероприятия в Турции — Eurasia Rail и Глобальная конференция по глобальному потеплению G-CJV. Продолжается работа по договоренностям с заключенным ранее, а также новым проектом. Как правило, в рамках одного коммерческого предложения предлагается несколько вариантов транспортных маршрутов. Так, за 2023 год UST Inc. подготовлены порядка 100 коммерческих предложений по проектам с общей протяженностью маршрутов более 2000 километров. Охвачено 15 регионов Северной и Южной Америки, Азии, Африки и Европы. При этом более 80 предложенных транспортно-инфраструктурных комплексов UST являются пассажирскими. Кроме того, результатом активной международной деятельности в 2023 году стало подписание новых коммерческих соглашений. Во-первых, о выполнении проектных работ. Во-вторых, о реализации еще одного транспортно-инфраструктурного комплекса. В-третьих, о разработке конструкторской документации по одному из проектов, а также о разработке концепций транспортно-инфраструктурного комплекса, причем соглашения были подписаны в разных регионах, в разных странах и на разных континентах. Не первый год Центр испытаний и сертификации USCA в Шардже в Объединенных Арабских Эмиратах является ключевым звеном практической реализации решений UST и демонстрации возможностей транспорта второго уровня. 2023 год не стал исключением для нас. Мы завершили строительство и приступили к наладке испытаний на транспортно-инфраструктурном комплексе «Карат». Грузопассажирский комплекс с полужесткой рельсо-струнной эстакадой способен выдерживать нагрузку до 60 тонн при транспортировке морских контейнеров и позволяет достичь в городских условиях производительности до 50 тысяч пассажиров в час. Аналогичный тип комплексов заложен в большинстве новых проектов UST. Наши комплексы UST могут перевозить 50 тысяч пассажиров в час и более, а, например, дубайское метро – 28 тысяч пассажиров в час. Рельсо-струнная эстакада комплекса «Карат» является самой протяженной из всех эстакад, построенной к нами, длиной более двух километров. Это почти как все наши комплексы и эстакады в Беларуси. Это одна трасса всего лишь. Поэтому задают вопрос иногда, почему вы так долго строите? Ну, постройте такую трассу, не одну, а две. Причем при тех ценах, что есть сегодня, если мы построили монолез, так он, наверное, уже миллиард бы стоил долларов. При строительстве этого транспортно-инфраструктурного комплекса мы провели уникальную техническую операцию. Мы в первом мире подняли на высоту 15 метров, предварительно натянут до усилия более тысячи тонн, тысячи тонн натяжения. Рельсо-струнную путевую структуру весом 350 тонн и длиной около двух с половиной километров. Вот только представьте себе, им это сделать. Кроме того, наши специалисты завершили монтаж специального участка. Дополнение к эстакаде, которое позволит иммобилям стартовать с уровня земли, подниматься вверх, а после завершения поездки по трассе снова опускаться обратно на землю. Сооружение соединяет посадочную платформу для пассажиров и проездной участок анкерной опоры, которые находятся на разных этажах комплекса. На этом участке, кроме посадки и высадки пассажиров, будут проводиться также пусконаладочные работы, навешивание, осмотр и обслуживание юнимобилей. Международная независимая организация TUV Southwest Standardization Certification уже провела первый этап сертификации комплекса Карат. На данный момент выполнена проверка промежуточных опор полужесткой рельсо-струнной эстакады. Впереди нас ждет второй этап сертификации, в ходе которого будет дана оценка всей тестовой трассе. Важной частью транспортно-инфраструктурного комплекса является 25-местный юнибус Карат. Это флагман ЮСТИИНК и новейшая разработка нашей инженерной школы. При проектировании Карата я поставил перед собой амбициозную цель создать уникальный продукт для обеспечения максимально комфортных перевозок пассажиров в тропических условиях. И она была полностью достигнута. В юнимобиле пятого поколения применены улучшенные инженерные решения. Карат находится на принципиально новом технологическом уровне. Наш Карат сложнее самолет. Это уникальная машина. В 2023 году мы доставили его в ОАЭ из нашего производственного комплекса в Беларусь. КОНЕЦ Юнибус Карат Ю4-212 рассчитан на 25 пассажиров и предназначен для городских перевозок в условиях тропического климата. Салон адаптирован для пассажиров с ограниченными возможностями. Предусмотрена система мультимедиа и Wi-Fi. Автоматическая климатическая установка повышенной мощности Карата поддерживает комфортную для пассажиров температуру, даже если на улице больше плюс 50 градусов по Цельсию. Устройства оборудованы баками сбора конденсата, вода из которых может использоваться, например, для полива растений на станциях. Конфигурация стекления Карата обеспечивает обзор в 360 градусов, что позволит пассажирам наслаждаться видами, открывающимися с высоты птичьего полета. Транспорт оснащен двухступенчатой пневматической подвеской. Она позволяет добиться плавности хода, характерной для автомобилей бизнес-класса, снижает шумовую нагрузку и регулирует уровень пола салона для максимально комфортной посадки и высадки пассажиров. Высокий уровень термо- и шумоизоляции обеспечивают специальные стеклопакеты и многослойное шумопоглощающее покрытие, нанесенное на внутреннюю часть обшивки. Кроме того, Юнибус энергоавтономен, а расход энергии на движении по сравнению с автобусом той же пассажировместимости будет ниже почти в четыре раза. В центре испытаний и сертификации Sky мы уже провели первые испытания карата во время движения по рельсострудной эстакаде. Протестированы системы управления, безопасности и комфорта движения мемобилей. На финальном этапе находятся пусконалочные работы по путевой структуре. После их завершения мы пройдем проверки и уже перейдем на ходовые испытания. Юницкий Стринг Технологис перешла на новый этап финансового развития. С момента создания компания занималась разработкой транспортно-инфраструктурного продукта, находясь на инвестиционной фазе. Однако недавно в компании произошел переломный момент. UST вышла на самоокупаемость, значительно увеличив размер активов, что подтверждено результатами аудита, опубликованного в 2023 году. Основными направлениями коммерческой деятельности компании за отчетный период было оказание услуг по проектированию транспортно-инфраструктурных комплексов. Сегодня мне особенно хотелось бы подчеркнуть достижения Юницкий Стринг Технологис в научной деятельности. В 2022 году компания получила статус научной организации, пройдя аккредитацию в Национальной академии наук Беларуси и в Государственном комитете по науке и технологиям. В этом году мы также получили ряд положительных экспертных оценок технологий UST от ведущих научных организаций. Доклады сотрудников UST были представлены на пяти международных научных конференциях. Подписаны соглашения о сотрудничестве в сферах науки и образования с ведущими вузами Беларуси и России. А лекции по технологии UST были проведены не только в российских и белорусских университетах, но и в одном из крупнейших вузов Китая – Даляньском технологическом университете. По состоянию на 2023 год UST получено более 10 международных патентов, а также новые сертификаты на систему экологического менеджмента с расширенной областью распространения. В городе Марьиногорка в Беларуси состоялась шестая международная научно-техническая конференция «Безракетная индустриализация ближнего космоса. Проблемы, идеи, проекты», на которой более 20 сотрудников UST представили научные доклады, касающиеся инновационных космических, инфраструктурных, транспортно-логистических и энергетических технологий, а также агро- и биотехнологий. Всего в форуме приняли участие представители 40 стран мира, более 200 человек офлайн и более 1000 человек онлайн, которым в том числе продемонстрировали работу транспортно-инфраструктурных комплексов UST в нашем белорусском испытательном центре. В «Экотехнопарке» возобновилось строительство новых комплексов для подвижного состава с высокой грузоподъемностью и пассажировместимостью, что позволит опробировать решение UST нового поколения. А теперь я хочу рассказать об очень значимом для UST событии. В Беларуси стартовал первый проект для коммерческих перевозок – транспортно-инфраструктурный комплекс «Юнилайт». Он разработан для решения транспортных и хозяйственных задач в «Экопарке Акварель». При разработке логистического решения мы в первую очередь ориентировались на технико-экономические показатели и производительность. И «Юнилайт» оказался универсальным вариантом как для пассажирских, так и для грузовых перевозок. Нам было важно, чтобы комплекс продемонстрировал работу в реальных условиях, пройдя все этапы жизненного цикла инфраструктурного проекта в рамках выхода на транспортный рынок. Проектирование, землеотвод, строительство, пусконаладочные работы, согласование с государственными органами, экспертизу, сертификацию – ввод в эксплуатацию. И здесь необходимо отметить, что UST смогла успешно решить все вопросы и закончить проект даже в непредвиденных условиях мирового кризиса. Например, в период пандемии COVID-19 ряд поставщиков в Европе, у которых мы планировали закупать комплектующие для рельс со струнной путевой структуры и электромобилей «Юнилайта», были вынуждены приостановить свои производства. Некоторые вовсе обанкротились в связи с локдаунами. Это сказалось на логистике. Возникли перебои в поставках. Дополнительными сложностями стали геополитическая обстановка и непредсказуемая экономическая турбулентность. Но мы справились. Оперативно пересмотрели решения и нашли аналоги в других странах. ЛИПА разработали и изготовили на нашем производстве. Сегодня комплекс «Юнилайт» уже введен в эксплуатацию как грузовая транспортная система. После прохождения всех необходимых официальных процедур и получения соответствующих документов, его назначение будет изменено с грузового на грузопассажирское. Транспорт начнет доставлять гостей эко-парка к берегам озер и зонам отдыха. Я уверена, что «Юнилайт» станет одной из самых ярких красок акварели и привлечет еще большие посетителей в одну из лучших зон отдыха в Беларуси. «Юнилайт» позволит нам преодолеть своеобразный барьер на пути развития струнных технологий, отраслеобразующие инновации на мировом рынке транспортных услуг. Своим успешным примером реализации первого транспортно-инфраструктурного комплекса мы демонстрируем привлекательность наших технологических решений для будущих заказчиков. Несмотря на все сложности 2023 года, с которыми не только мы, но и весь мир столкнулись впервые, «Юнилайт» и вся международная группа компаний «Юнилайт» достигли значительных результатов. И я уверен в нашем успехе в наступающем 2024 году. Сегодня я подкрою завесу коммерческой тайны и поделюсь с вами, ну, наверное, инициативской информацией по некоторым проектам, уже находящимся у нас в работе. Следующим шагом станет завершение сертификации транспортно-инфраструктурного комплекса номер 4 в Объединенных Арабских Эмиратах с последующим его вводом в эксплуатацию. Еще одним достижением станет старт пассажирских перевозок транспортно-инфраструктурным комплексом «Юнилайт» в Республике Беларусь. При этом планируется запустить в экотехнопарке в Марьиной Горке еще два новых комплекса, а именно с полугибкой большегрузной и большепролетной эстакадой нового типа, а также жесткой большегрузной эстакадой, рассчитанной на перевозку морских контейнеров навесным юнимобилем. В наших планах заключить несколько новых контрактов на протяжении трассы а общепритяженностью не менее 200 км, пройти экспертизу проектной документации и выйти на стадию строительства транспортно-инфраструктурных комплексов «Юнилайт». И тогда явным станет то, что является пока тайным сегодня, так как уже никто и ничто не сможет повлиять на реализацию этих проектов. Планируется также расширить регионы присутствия, ну естественно нашего присутствия, и открыть представительство в трех локациях для развития коммерческих проектов. Вот в рамках реализации адресных проектов предполагается запустить производство первой партии юнимобилей на заводе в Республике Беларусь. В перспективе увеличение станочного парка нашего производственного комплекса, уникального комплекса, не имеющего аналогов. Важный этап в планах на следующий год – это заключение соглашения о выделении участка под высокоскоростной транспортный комплекс протяженностью более 20 км, что позволит проводить испытания юнимобилей на скорости до 500 км в час, а также создать необходимую для этого логистическую инфраструктуру. Кроме того, запланировано проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по высокоскоростному транспортному комплексу с юнимобилями большой вместимости, а также по гиперскоростному комплексу и системе автоматизации склада для морских портов. В следующем году продолжится активная демонстрация технологии ЮСТ всему миру на международных выставках и площадках. На данный момент запланировано участие в 10 крупных мероприятиях подобного рода. Финансовый результат Юническая строительная технология Инк Впервые показал положительную динамику, положительный результат. Компания вышла на самоокупаемость. Поэтому в планах на следующий год выход на прибыль за счет адресных проектов. В результате уже к 2025 году группа компаний Юницкого планирует завершение работы по созданию правовой и финансовой инфраструктуры для выплаты и вознаграждений всем инвесторам проекта. Новый год – это время переменной надежды. Время, когда мы можем вернуть в будущее с оптимизмом и уверенностью. Я убежден, что предстоящий год принесет нам новые возможности, интересные проекты и успешные решения. Я выражаю благодарность партнерам и сотрудникам за их труд и поддержку в достижении наших общих целей. Вместе мы показали, чего мы можем добиться, работая как одна команда. Мы многого достигли в этом году. Искренне благодарю вас за все, что было сделано для компании. Вместе мы способны изменить этот мир. Примите мои искренние поздравления с новогодними и рождественскими праздниками. Пусть каждый ваш день будет наполнен вдохновением и радостными событиями. Желаю вам и вашим семьям счастливых праздников. Крепкого здоровья, благополучия и счастья. Пусть Новый год будет ярким, насыщенным, успешным для всех нас. С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! Подписывайтесь на наш канал! Подписывайтесь на наш канал! Подписывайтесь на наш канал! dimensionpress.